Витаю вас всех. Я широко дякую за то, что за нашелый час с нами поспілкуватися. Я хочу сказать, что мы... После того, как я ушел в отставку с главы Одесской администрации, я последние дни много общался с моими друзьями, у нас были свои наработки тоже, я хочу объявить, что мы будем создавать новую широкую политическую силу, такую платформу новых сил. И целью нашей является смена теперешней существующей так называемой политической элиты, а на самом деле барыг и отброса общества, которые контролируют Раду, Кабинет министров и все в этой власти Украины. Нашей целью являются досрочные парламентские выборы, максимально быстро, сжатые сроки. Нашей целью является, еще раз говорю, смена политической элиты, теперешней так называемой элиты, в том числе всей страны. Я хочу вам сказать о принципах этой политической силы. Принципами этой политической силы является то, что мы не примем никого, кто больше одного срока был в Раде, кто бы это ни был, никого, кто больше двух или трех лет пробыл на должности по исполнителю власти. У нас не будет в списке ни одного представителя прямого или подставного крупного и вообще большого бизнеса. Мы будем поддерживать бизнес, мы будем подчеркивать, что мы будем всячески помогать бизнесу, но мы не будем пускать бизнес в политику, мы не будем пускать бизнес в Верховную Раду. Им там нечего делать. То есть эпоха барыг в Верховной Раде должна закончиться. Теперешняя Верховная Рада насквозь состоит из барыг, которые купили там свое место, чтобы дальше грабить народ Украины. Их надо оттуда всех вымести. Вымести силой народа, силой народного возъявления, возъявления мирного, но очень сильного. И поэтому мы, я в ближайшие дни буду идти в регионы, я буду говорить с людьми. Вы знаете, что премьер-министр, то есть президент Украины неоднократно за последний год, пока я работал, начиная с прошлого лета, предлагал мне и должность премьер-министра Украины, назвать меня, то есть предложил назвать меня премьер-министром, а также неоднократно предлагал мне возглавить его партию «Солидарность». Я отказался, не только отказался возглавить его партию «Солидарность», но я также не пошел по спискам его партии в Одесском регионе. Это было мое сознательное решение, и связано было одно с тем, что все эти партии, особенно связаны с властью, особенно связаны с президентом, полностью засорены абсолютно прогнившими, синичными, антинародными элементами. Для меня победа Украины в войне с агрессором – главная цель. Я считаю, что мы победим в этой войне не только, во-первых, благодаря героизму наших солдат, это самое главное, но добавок к героизму наших солдат мы только победим когда? Тогда, когда избавимся от украинской политической так называемой элиты, а на самом деле отброса в украинское общество, барыг, которые абсолютно идентичны российскому правящему классу. Пока у нас есть российско-подобные элементы в Раде во всех ветвях власти, говорить о том, что Украина сможет уйти от солка, уйти от Путина, победить в этой войне, установить мир и пойти в Европу, не получится. Мы только пойдем в Европу, мы только установим мир, мы только победим в этой войне, когда проведем реформы, а реформы мы проведем, когда уберем вот этих от кормушки, от власти. Нам нужны абсолютно новые люди, всех возрастов, у которых будет мотивация не делать деньги, набивать себе карманы, как хорошо отражено, в том числе в их декларациях, но не только. Главной целью должно быть привести людей, которые любят Украину, готовы сражаться за нее до конца и готовы реально работать на страну, а не на собственный клан, карман и какую-нибудь олигархическую группировку. Вот все, что я вам хотел сказать. Какие у вас есть вопросы, я готовы ответить. А в кого есть вопросы, коллега? Пожалуйста, представляйтесь. 112 телеканал, Олександр Васильченко. Скажите, пожалуйста, кого вы бачите своими партнерами? Чи президент Петро Порошенко будет вашим союзником, чи нет? Президенту Петру Порошенко было достаточно, чем нужно возможность, для того, чтобы провести в стране реформы, не для имитации, не для того, чтобы получить очередной транш от МВФ, не для того, чтобы от него очередной раз отстали и меньше звонили из западных столиц, а просто для своих граждан провести реальные реформы. Я уверен, что он, я, к сожалению, должен констатировать, что он этот шанс безнадежно упустил. Это во-первых. Во-вторых, его администрация все время моей работы в Одессе занималась грубым саботажем работы нашей администрации. Только то, чего стоит, что трое из четырех моих заместителей не назначаются, уже не назначаются целых шесть месяцев. Шесть месяцев. Вы представляете что-нибудь подобное по отношению к другой администрации? Только то, чего стоит, что они начали снимать наших главных администраций, вот молодых, которых мы привели, и вместо них приводить в старые коррумпированные кадры. И много других вещей, что он... Поэтому я считаю, что... А что касается того, что с кем мы будем блокироваться и связываться? Ни с кем. С народом Украины только. С народом Украины, с народом Украины, с народом Украины. Я политический спектр почти полностью реально прогнил. Неужели мы этого не видим? Не только политический спектр. Извините, но почти все медиа. Почти весь политический спектр. Все местные структуры. Все олигархические структуры. Кто из вас не играет в игры олигархов? Кто из вас не играет в грязные игры политикума? Кто из вас не играет в грязные игры олигархов? Я хочу сказать медиа прямо в глаза. Каждый день со всех каналов льются на нас потоки. Вчера Коломойского напал на меня с полного размаха. Я очень счастлив, что Коломойский меня нападал. Не хватало, чтобы какой-то Рабинович, старый прохиндей, Коломойский меня хвалили. Вы должны себя спросить, Рабинович и Коломойский больше любят Украину, или я? Я, по-моему, единственный из украинских политиков, которые известны, которые имеют только одно гражданство, украинское. Почти все они имеют по 2-3-4 паспорта. И прекрасно знаем, какие есть игры. Сегодня я выступлю здесь, вечером посадят на этом канале, на том, на том, чтобы уравновесить мои заявленные силы. Да пусть сажают. Чем больше их будет, этих рож показываться на разных каналах, тем лучше люди поймут, что мы правы. Тем больше они поймут, что мы правы. И я прекрасно знаю все эти игры. Почему Коломойского канал вчера на меня облил? Все очень просто. У него забирают банк, забирает группировка Порошенко. Вчера ему позвонили из администрации президента, я все знаю, у меня есть везде свои источники. Сказали, ребята, хотите послабление, чтобы мы не забрали банк, нападайте на Саакашвили. И он напал. Так, извините, они, администрация президента, с другой стороны, олигарх, играют судьбами огромной армии кладчиков приватбанка, которые могут лопнуть в любой момент вот так. А для Порошенко и его администрации важнее, чтобы они напали на Саакашвили, чем защитить сотни миллионов кладчиков приватбанка, которые могут, еще раз говорю, лопнуть. И нормальные системы давно бы его уже национализировали и взяли под охрану этих кладчиков. Но одна передача, вчера ему еще купила несколько месяцев ограбление кладчиков приватбанка. Вот так у нас все работает. Одна грязь, вылитая на меня. Оказывается, я деньги отмываю, оказывается, у меня где-то миллионы есть. Хорошо, что Павел Мойский еще мне сообщил, где они есть, потому что мне деньги были бы нужны сейчас. Вот так они работают. И мы прекрасно знаем, о чем мы. Когда мы говорим о союзниках, нет у меня среди них союзников, и быть не может. Мы родились на других планетах и под другими звездами. И у меня ничего общего не может быть с Коломойским, с Рабиновичем, с Ковальчуком, с Райниным, со всеми их приспешниками, которые сидят в большом количестве с этим, как его, хамутынником и так далее. У нас, мы в свое время, благодаря руху за очищение, избавились от правительства Яценюка и от Шокина. Это движение новое. Избавиться от Верховной Рады Украины, от всей, так называемой, политической элиты, а на самом деле скопления барыг. Которая засела в области. Телеканал Ньюзван, Ангелина Пичик. Можете, будь ласка, поточнити, что до позачерговых парламентских выборов, власне, коли они могут быть? И чи вы ведете зараз перемовины с какими-то политиками, власне, которые зараз в парламенте позиционируются по антикрупционерам? Я только что, вы не поняли, что я сказал, что я не буду ни с кем переговоры вступать. Переговоры у нас, вы правильно сказали слово переговоры. В нормальных странах ведутся переговоры. Украине никогда никто не ведет переговоры. Украине есть договорники. Украине есть между собойчики. Украине есть я тебе, ты мне. Украине из одного источника кормится и оппозиция, и власть. Все они одинаково грабят наши госпитали. Поэтому, когда мы говорим о засрочных выборах, так только народ Украины будет готов сказать власти «хеть», она уйдет вон. Все очень просто. Все очень просто. У этой власти, в отличие от всех предыдущих властей, нет политической поддержки вообще. У них нет региональной поддержки, как было у Януковича. У них спикеры такие позорные, что их нельзя показывать, я не знаю, комедийных шоу, не то, что на серьезных передачах. Кто главный спикер Порошенко? Проворовавшийся некий Гончаренко из Одессы. Мелкий воришка из Одессы, который был главным сепаратистом в Одессе. Он главный спикер Болока Порошенко. Который украл перед его глазами дом приема в Одессе, этот Гончаренко. И Порошенко, я сказал, вот он украл. Дал ему документы. Порошенко сказал, пусть вернет. И после этого сделал Гончаренко главным спикером. Гончаренко будет его защищать? Прессман его будет защищать, обезжиривший? Или кто его будет защищать? Реально, у них нет политической защиты. У них нет, у них гораздо меньше денег, потому что уже все разокрали, чем у попередников. И ни один солдат в Украине пальцем не шевельнут, и ни один представитель органов безопасности, охраны порядка, чтобы их защитить. Кто будет подставлять свою грудь под этих олигархов, которые днем, ночью настреляют на фронтах, а днем торгуют, а днем эшелоны идут и торгуют все наши верховные представители углем. Сейчас Новый год, то есть скоро отобительный сезон начался уже. Так извините, я в прошлом году помню, откуда эта уголь шла. Шла с Донбасса, под прикрытием СБУшников и депутатов, таких как Карноненко. Так я хочу спросить, ночью наши солдаты погибают, стреляют, а днем они торгуют сепаратистами углем и всеми остальными. И что, солдаты будут их защищать от народного гнева? Поэтому я очень прощаюсь. Сказав все это, все наши методы будут абсолютно мирными. Абсолютно мирными. Потому что в Украине народы огромная сила. И я первый, который никогда не допустит какой-либо дестабилизации в стране. И каких-либо поводов для нашего врага это плохо использовать. Но, что больше всего устраивает сейчас врага Украины? Дальнейшее продолжение этой Верховной Рады и этого правительства. Чем дальше они будут, тем быстрее они нас сидят. Убрать их от власти это в первую очередь вопрос национально безопасности страны и защиты от врагов. Пока у нас есть такая власть, которая чихать хотят на национальные интересы, продает национальные интересы на каждом углу, мы не сможем адекватно защититься от врага. Это, я думаю, 20-24. И всем это и так понятно. Вы один из первых приветовали Дональда Трампа с тем, что его выбрали президентом. Чи будете, сказали, что он ваш давний друг, чи будете вы застосовывать свои давние знакомства у предвыборной кампании, взагалі в выборах в Украине? Я хочу показать, что они там разговаривали. Действительно, Дональд Трамп, я очень интенсивно общался с ним минимум несколько лет. Дональд Трамп считал, что меня нужно использовать из-за того, что мы сделали в Грузии, в Америке. Кстати, то же самое говорила Хилари Клинта. Хилари Клинта говорила, что нашу систему административного центра административных услуг надо было перенимать в Америку. Это она говорила в Греции, в Израиле после ее многочисленных поездок в Грузию. Так вот, я хочу сказать, у президента Порошенко был шанс использовать меня в правильных целях. Не для интриг, не для того, чтобы убрать Яценюка. Я думаю, что убрать Яценюка было правильно. Не для того, чтобы там свои олигархические игры играть. Не для того, чтобы я агитировал на выборах, к моему стыду, что я делал в Чернигове. У него был шанс использовать меня для реальных реформ в этой стране. Но оказалось, что реальные реформы, его благосостояние как-то противоречат друг другу. И я тут, потому что я хочу уже безотносительно от его воли использовать мой опыт для реальных реформ и изменений в Украине. На благо украинских граждан. И сейчас уже мне он не указ. У него был шанс. То, что говорил Дональд Трамп, он это с Порошенко знает еще лучше, потому что президент Порошенко знает меня еще дольше, чем Дональд Трамп. И что? Он не хотел использовать мой опыт, потому что он не хотел помочь Украине. Я хочу помочь Украине, я не хочу зависеть от его воли, как использовать мой опыт. Поэтому я обращаюсь к украинскому народу. Поэтому я считаю, что мы сможем сделать эти все рифа. А что касается Дональда Трампа? Ребята, мы все смотрим, что будет в Америке, что будет в Берлине. Может мы сконцентрируемся на том, что должно быть в Киеве. Ситуация очень простая. Мы все говорим, каждые 6 месяцев мы идем в МВФ, дайте нам транш, дайте нам денежек. Дорогие американские друзья. Дорогие друзья, эта администрация в частных беседах, в том числе со мной, говорила, Украина полностью прогнила, но что делать? Надо ей давать деньги. Я не знаю, что будет делать Трамп, он непредсказуем, хотя я его хорошо знаю, очень не глупый человек, но непредсказуемый. Мы выходим в очень опасную полосу. Очень опасную полосу. И в такой полосе мы абсолютно не подготовлены. Потому что наша власть умеет только одно. Имитировать реформы, изворачиваться, обманывать и вымогать деньги. А Трамп и любой другой, может сказать, денег мы вам больше не дадим. А деньги не в Америке нашей, деньги здесь. Деньги в их декларациях, деньги в их карманах, деньги в их огромных домах пригороде Киева. Вот где деньги Украины, вот где богатство Украины. Украина самая бедная по ВВП страна в Европе, на душу населения. Украина одна из самых богатых потенциальных стран в Европе, но это страна обкраденных и обманутых людей. И эти обманутые люди должны прийти за тем, кто забрал их богатство, и от богатства забрать обратно. И это очень легко сделать. Просто надо поменять власть и дать всем в разные возможности. Снизить налоги. Освободить бизнес. Убрать от кормушки кланы, связанные с президентом, с правительством, системой ради, с региональными местными царьками. Дать людям спокойно, свободно развиться. И тогда все станет на свои места. И тогда у нас действительно маленькая Грузия. Я вырастил бюджет в 11 раз. Грузия в 10 раз меньше потенциала, чем в Украине. Украине богатство везде. Куда? Направо, налево. Везде оно. Просто это забирает у людей. Все очень просто. Поэтому говорится о Трампе. Давайте мы здесь. Почему американцы нам должны помогать или европейцы, если нашему правительству и нашим министрам, нашим депутатам самим начихать на свою собственную страну? Почему они должны нам помогать, если деньги от их траншек идут в их общенные счета и в их роскошные дома на юге Франции или в Испании, в любых других местах? Почему они нам должны помогать? Этот вопрос же будет задаваться? Я думаю, что Европа обязана Украине, потому что украинские солдаты в своей жизни защитили Европу. Это да. Но почему они должны помогать этому правительству, которому плевать, в том числе и на своих собственных солдат? Вот в чем вопрос главный для меня. И вот этот вопрос будет все острее и острее, потому что на нас будет в этих ситуациях, может быть, обращаться, есть угрозы все меньше и меньше внимания. А если мы сами себе поставим, хорошо, то от Украины им что-то будет нужно, а не просто Украине от них. Давайте, чтобы нам тоже, им же нам нужно, но чтобы от нас им было что-то нужно, мы должны быть сильными. Мы должны быть самодостаточными. Мы должны быть на уровне хотя бы своего собственного народа и своих собственных солдат, а не на уровне этих парик, которые сидят в Раде. Все очень просто. Наступное питание. Ирина Горасима, перед запитанием один факт. Вы апелировали до прессы. Ничего, кроме факта, 5 канал транслюет зараз вашу пресс-конференцию наживу, поэтому хочется очень верить, что не все так погано. У меня два запитания. Первое. А я не говорю, что вы не трасслюете. Я сказал, что вечером вы посадите минимум 10 экспертов, которые будут обливать меня грязью и доказывают, что этот бездельник ничего не делал в Одессе, занимается популизмом, балабольством. Он вообще клоун. На самом деле не он делал реформы, а как обендухиде покоенный мой друг. На самом деле это все ерунда. На самом деле он украл деньги у него где-то в офшорах мимфические миллиарды. Это я все проходил. Конечно, вы меня покажете, конечно, в Украине заткнуть рот невозможно. Это я проходил, это я знаю, потому я здесь. Запытание. Скажите, пожалуйста, чи был у вас доступ до Петра Порошенка, коли вы встаннє с ним нормально могли поговорить и юридичное уточнение в Украине, чтобы балетовать в Верховную Раду, необходимо прожить 5 лет. Как ваши юристи это вопрос решают? А это все очень просто решать. Вот эти люди. Вот ваша следующая Верховная Рада. Они не связаны ни с одним кланом. Они не успели побегать там по коридорам. Здесь они на улице, они ходят. Среди машин, может, среди журналистов они есть. Они есть везде. Просто не надо брать клан Хамутынника, клан Коломойского, клан, я боюсь, какого-нибудь олигарха не назвать. Но всех их. И все очень просто. Людей много. Но мы поменяем власть. И власть будет сменена в Украине. И все станет на свои места. И это должны знать все. И в том числе те люди, которые грабят страну, будут отвечать по всей строгости закона. По всей строгости закона. Я не буду просто... Я в своей жизни коррумпированных реально сажал. И будем сажать здесь тоже, извините. И будем заставлять их возвращать деньги. Это экс-фейдин у всех, которые... Чем больше будут стараться, мне все равно. Я сейчас... Они будут меня обливать грязью, но люди знают. Я с ними... Чем больше они будут обливать? Я с ними не связан. А что касается, когда я с ним общался. Я с ним довольно общался за последний год с полтора. Когда я... Когда будет у меня юридический вопрос смены власти в Украине, я обязательно к нему еще раз приду. Я приду к нему за процедурами смены власти и назначения новых выборов. Я только приду к Порошенко, когда он будет готов назначить новые выборы в Верховную Рату. До этого ни одной встречи у меня с ним не будет. Потому что при всем уважении к институту президентства, при всем том, что у меня лично нет к нему никаких там личных плохих чувств, однозначно нет. Более того, есть теплые чувства. Но мне на этом этапе с президентом, в отличие от всех коррупционных, извините, оппозиционных многих, которые с заднего крыльца президентской администрации, я там, у меня был кабинет, я это знаю, регулярно туда забегали. Мне туда путь заказан. У меня сейчас будет разговор с народом Украины. С людьми, обычными людьми, которые страдают в том числе и от его политики. Когда мы все соберемся, сконсолидируемся, когда нас будет очень много, мы, конечно, придем к нему, я лично приду к нему вместе с другими представителями общественности, озвучивая требования, чтобы он подписал указ о досрочных выборах в Верховную Рату. Это будет единственный разговор, на который я с ним готов вести. Все. Точка. Дармалат, завещательная компания Руставитбат, Велеси Грузия. У меня такой вопрос к вам. Новая борьба в Украине, лидер оппозиции, значит, то, что вы отказываетесь от борьбы в Грузии, потому что у вас там есть партия, там есть сторонники, более 600 тысяч граждан проголосовали за вашу партию. И, как вы думаете, является или нет персонально для вас очень большой опасностью сейчас идти в оппозицию, потому что есть механизмы просто остановиться Акашу или выдворять его из страны, или еще странный по-другому придурить? Пусть только попробует выдворить меня из страны. Тут есть один большой субъект, кроме их прокуроров, кроме их СБУшников. Хотя вчера СБУ уже пришло во властную администрацию, через несколько часов по подписанию указа, после подписания указа изымать все мои последние распоряжения. Флаг им в руки. Грузинский, русский олигарх Ивани Шуили, крупнейший частный акционер Газпрома, нанял 10 лучших мировых следователей найти мои капиталы по всему миру. В Англии, в Израиле, американцев, всяких там проходимцев, которые за деньги готовят. Ну, известный бывший следователь. Они нашли 4 костюма моих. Одно пальто, а также чек от банного обслуживания президента Ющенко, когда он побывал в Тбилиси. И уголовные дела возбуждены в Грузии по этим вопросам. Так что флаг рук СБУ, их демчине, который сидит там, заместитель Грицака, которому поручают деликатные поручения, потому что Грицак все-таки офицер их не выполняет. Это демчина, который бегает каждый месяц, получает деньги от администрации президента, и выполняет их деликатные дела. Его назначили над смочником, над Грицаком и исполнителем этих мрачных дел. Пусть господин Демчина, их департамент Каноненко-Грановского прокуратуры перероют весь мир в поисках компромата. И пусть потом попробуют какие-то юридические процедуры. А что касается всех стран, в том числе моей любимой Грузии, судьба их решается сейчас тут, в Киеве. Будет Украина сильной, все будут себя чувствовать хорошо. Будет в Украине продолжаться этот бардак и беспредел, всем мало не покажется. Я думаю, что это все понимают, в том числе и те грузины, которые сотни наших грузинских добровольцев сейчас сражаются на фронтах, на восточных фронтах. И многие из них уже положили свои головы, и они не зря здесь, не зря сюда приехали. И все намеки на то, что я приезжий, президент Порошенко позволил себе это в течение двух-трех дней. Надеюсь, что у него нет никакого-нибудь финансового договора с Иваном Ишили, что я бы тоже не хотел, чтобы президент до этого опускался. У меня есть тоже свои источники. Но я что хочу сказать. Он говорил, что я приезжий. Я приехал в Киев учиться приблизительно в то же самое время я приехал из Грузии, когда он приехал из Молдовы сюда учиться. Он жил в Молдове, и значит был гражданин Молдовы. Я жил в Грузии, значит был, Советский Союз был, но гражданин Грузии. И он, и я, мы приезжие. Он, конечно, украинец. Но я тоже украинец. Я тоже, кстати, еще раз повторяю, я один из немногих украинских политических известных лидеров, которые имеют только украинское гражданство. Я знаю много людей, которые имеют греческое, венгерское, панамское, израильское, швейцарское, и много других гражданств тут. Некоторые по 3-4 гражданство имеют. И когда эти люди вдруг вываливают, все на эфиры, говорят про патриотизм, кто откуда приехал, мне тошно. Потому что я считаю, что я люблю народ Украины гораздо больше, чем любой из них. Все очень просто. Яна Полянська, Радіо Свобода. Розкажите про тех людей, которые за вами, кроме критерия, что они не должны быть связаны с владой. Какие еще критерии? Чи должен быть опыт в той или иной сфере? В Украине огромное количество хороших профессионалов всех возрастов. Всех возрастов. В Украине есть очень честные, очень порядочные, очень предприимчивые, очень просто патриотичные люди. Их никогда никто не подпускает. В Одесской администрации мы провели конкурсы, всех набирали по конкурсам. Я этих людей никого раньше не знал. Никто из них не пошел по куманству про дружбу. Я знал очень многих представителей, бывших властей, которые учились со мной на одном курсе, в одном институте. Мы с ними ходили в молодости, на одни и те же дискотеки и так далее и тому подобное. И я их никуда не назначал, потому что это не принцип отбора. Я не верю в принцип подбора по принципу Каноненко и других. Я верю в принцип, когда в меритократии, когда человек побеждает на конкурсе, когда всем дается равный шанс. Но для этого нужно остановить несколько условий. Первое условие, чтобы они не должны были замазаны в власти. Быть долго в этой власти и не быть замазанным, по-моему, невозможно. По ним поймите меня как хотите. У меня много друзей, все из них как-то замазаны и завязаны. Были ли они оранжевых, были ли они у Януковича, были ли они сейчас. Поэтому это очень важный принцип, что больше одного срока никто не был ради. И из этого принципа не буду делать никаких исключений. Один полный срок – это максимум. Второе. Два-три года работы, допустим, главой районной администрации, человека уже еще не могут испортить. Я это видел по нашим главам. Больше трех-четырех лет, извините. Но это уже проблема. Давайте дадим шанс новому. И третье. Нечего бизнесменам делать в Раде. Когда бизнесмен заходит в Раду, он моментально все принимает для себя, принимает и применяет и не дает другим. Мы должны установить одни правила для всех бизнесменов. Мы должны снизить налоги для всех бизнесменов. Мы должны делегулировать для всех бизнесменов. А не просто для каких-то... Потому что если заходит, например, я вот мы сейчас сняли, я заставил власти придержавших снять налоги с минодела. Но там был... Если ты крупный минодел и сидишь в Раде, тебе не выгодно, чтобы маленькие миноделы продавали. Естественно, ты будешь это блокировать. Если у тебя, как у Третьякова, например, есть лотерея, это один из любых друзей президента, то он блокирует игорный закон. Почему? Потому что если у тебя есть лотерея, тебе не выгодно, чтобы были еще казино. А если у человека Вакова, который крышет нелегальное казино, тоже тебе не выгодно, чтобы были казино. Уберем всех бизнесменов. Пусть будут равные условия. Мы должны все... Я не говорю, что должны они быть или нет. Не об этом есть речь. Речь идет о том, что налоги должны быть низкие, бизнес максимально открыт, и никто не должен ограничивать никакие сферы из-за того, кто где сидит. Поэтому бизнесменам нечего делать в парламенте. Бизнесмен, который в парламенте, это не бизнесмен, это барыга. И 90% наших парламентарий это барыги. Что такое барыга? Это человек, который покупает, берет общественные блага за дешево или за бесплатно, за дешево, потому что он просто покупает место в парламенте и продает за дорого. И все, чем занимается наш политический класс. Поэтому избавиться от барыг, просто сделать шлюз и не пускать бизнесменам политики. И второе, я считаю, что у олигархов надо ограничить владение, в том числе, извините, средств масс-медиа, в том числе, тех, когда вы работаете. Есть общественные советы и нечего олигархам шантажировать общество тем, что я владею. Еще раз говорю, два дня тому назад Коломойскому, из пронизации президента или вчера, или позавчера, это позавчера, по-моему, было, сказали, хочешь сохранить банк, атакуй Саакашвили. Но это чревато игрой складчиков этого года. Вот когда мы придем к власти, мы этих складчиков защитим, этот банк конкретных воры, я за то, что приватизировать все, но этот конкретный банк, я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости законов, сядет в тюрьму, когда мы будем в власти. Чтобы никто не сомневался. Я таких слов, наверное, никогда не китай. Коломойский будет сидеть, и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, таких, как он, я достану из Швейцарии, и из Малайзии, и всех других тоже. И никто пусть не сомневается на этот счет. И пусть дальше обливает меня грязью. Это его не спасет. Не потому, что я такой злой, просто потому, что этого требует закон справедливости и интересы народа Украины, чтобы такие люди сидели в тюрьме, которые ограбили сроду. Все очень просто. Следующий вопрос, Михаил Николозович. Меня зовут Юлия Бибок, интернет из Дания Остров. Простите, что отвлекает немного темы. У меня вопрос о вашем недовольном прошлом, скорее, а не о будущем. Я с лета этого года трижды отправляла запросы о доступе к публичной информации в Одесскую областную администрацию, и, к сожалению, ни разу не получила ответов. Все вопросы, все запросы касались, то есть вы нарушили, трижды нарушили закон о доступе к публичной информации, все законы касались переселиться в Идварину. Может быть, коротко можете сказать? Нет, не могу. Не можете? Тогда, извините, садитесь и дайте другим. Нет, давайте я продолжу. Хорошо вы хотите? Нет, я тут не для того, чтобы вас слушать. Нет, я не для того, чтобы слушать какого-то засланного какого-то олигархами. Извините. Вызять для того, чтобы я задала вам вопрос. Коротко вопрос. Коротко вопрос. Я продолжаю. Один из запросов касался... Коротко вопрос. Коротко вопрос. И что? И что? Коротко вопрос. Я просила предоставить расчеты по этому долгу, и мне не был предоставлен ответ. Я присылала такой же запрос в Министерство экономического развития, они подтвердили, что и им от вас эти расчеты не пришли. При этом людей высылали на основании того, что Кудельник накопил огромный долг, и ваши чиновники постоянно ссылались на этот долг 11 миллионов. У меня исходя из этого два вопроса. Почему вы нарушаете закон о доступе к публичной информации, и почему вы не предоставили эти расчеты, чтобы правительство расплатилось перед санаторием, и инвалидов, переселенцев сохранили в Одессе? И это таким драматическим голосом вы сообщили, что у меня тяжелый недавно вопрос. Я прошу вас ответить на вопросы, а не комментировать. Что значит не комментировать? Тогда вы сами отвечаете, я уйду. Нет, что значит не комментировать вопрос. Я прошу вас ответить на вопросы, и я не разводаю, простите. Извините, вы знаете, что в Грузии, когда дело касалось беженцев, после войны в 2008 году, послушайте меня внимательно, мою правительство сделало самую быструю программу в истории таких программ в ООН, в истории ООН, мы построили несколько десятков тысяч домов за два месяца. В Украине идет уже третий год война, и не у меня надо спрашивать, почему эти беженцы на улице. Не у меня надо спрашивать, почему нет у них помощи. Не у меня надо спрашивать, почему всем плевать на них. Извините, хотите адрес? Отсюда в 500 метрах находится Кабмин Украины. Дальше за 150 метров находится Рада, или за 100 метров через дорогу. А дальше находится администрация президента. И все очень просто. В любой стране о беженцах и перемещенных лицах заботится правительство, заботится президент. Когда у нас будет свое правительство, у каждого перемещенного человека, у каждого беженца будет свой дом. Сейчас собственность, не будут они утиться в санаториях, не будут они по углам где-то распихиваться. У каждого будет дом. И я не говорю это как обещание, я это сделал в своей жизни. Мы дали каждому беженцу из Абхазии в войне 90-х годов собственную квартиру. Я дал каждому беженцу из Хинваря собственный дом со всеми удобствами. И когда наша сила будет у власти, у каждого перемещенного насильно человека будет квартира, во-первых. Во-вторых, я уверен, что мы обеспечим условия, чтобы им не приходилось больше уезжать с оккупированных территорий, а территории больше не были оккупированы. Вот мой ответ. А другой, это вот ответ, это ответ настоящий. Извините, пожалуйста, можно я, извините, я пресс-секретарь Михаил Николаевич, и я хочу вам сказать, для того, чтобы получать и апеллировать такими фактами, как то мы нарушаем закон и мы что-то не отвечаем, сначала научитесь правильно составлять запросы. Это первое. Второе. У нас просто нет денег, а Маша Гайдар, вы знаете, она не выезжала из этого санатория. Если бы у нас были деньги, которые не выдало правительство, мы бы перекрыли этот вопрос. Но вы четко знаете, вы четко знаете, что Маша Гайдар не выходила. Следующий вопрос какой? Добрый день, «Украинская правда», Роман Кравец. Пане Михаил, влитку близкие до вас люди объединялись в совсем другую партию, которая называлась «Хвилля». Вона так и не запустилась? Я не знаю такой партии. Но там есть пан Сакварелидзе, там есть пан Чумак. Нет такой партии. Сакварелидзе сегодня утром я слышал, вы, может, вы выбираете, говорил, никогда не было партии «Хвилля». Не было такой партии. Была инициативная группа. Я не знаю, не было такой партии «Хвилля», еще раз говорю. По интересу, спросите меня, я был занят дорогами Одессы-Рени, я был занят многими другими вопросами, которые в Одесской таможне и так далее, и тому подобное. Никогда я не делал никакой партии «Хвилля». Но я вам хочу сказать, в Украине будет «Хвилля», и «Хвилля» поменяет власть. Это раз. Почему партии «Хвилля» не может быть? «Хвилля» это что такое, знаете? Что-то, что приходит и уходит. Но сразу уходит. Я думаю, что та партия, та политическая сила новая, новых людей, которые придут, они несколько лет задерживаются, чтобы провести реформы. Так что это не может быть «Хвилля». Но вопрос прихода, вопрос досрочных выборов, это и будет «Хвилля». У нас будет все люди, которые, еще раз повторяю, больше одного полного срока не были в Раде, не замечены в плохих вещах и не пребывали долго на высокой должности в исполнительной гласе. Критерии, ничего личного. Даже если хорошие люди попадают на другую сторону, они у нас не будут. У нас будет четкий критерий. Я не хочу, чтобы народ Украины растерялся. Кто к чему, все обещают. Вот четкие критерии. Вот. Все очень прозрачно. Был больше одного срока власти, найди что-то другое. Иди в бизнес. Пиши к мемуару. Эта политическая элита довела Украину до состояния самой бедной страны в Европе. И они все были частью этого. Были они в оппозиции, критиковали. Нет, они все были частью. Иногда критиковали просто для виду. Поэтому я не буду особенно приставать, то есть особенно настаивать на том, что там мы, каждое случилось отдельно. Есть четкие критерии. Человек какой-то критерий не соответствует. Пусть он займется другой политической деятельностью. И потом пусть люди решают. У нас они должны знать. Никаких старых лиц. А старых это не возраст. Просто это старое пребывание в этих органах. Еще одно уточнение. Відомо, что до строковой выборы зараз дополняется паня Юлия Тимошенко. Чи можете вы с ней вести какие-то проговоры с теми розкачки? Я никогда не переговоры с Тимошенко не веду. Я буду еще раз говорить. Разговаривать с народом Украины. Точка. Анна Чередниченко, телеканал ЮБР. Месяц назад в Грузии ваша политсила не смогла взять большинство. В Украине у вас будет еще меньше времени. Тем более вы хотите досрочные выборы провести. То есть как вы за столь короткий период времени будете завоевывать доверие граждан? Как оцениваете свои шансы? И что будет с политсилой в Грузии? Будете ли вы ее параллельно дальше поддерживать? На два фронта, так сказать. Нет. Человек не может быть на два фронта. Я, конечно, буду поддерживать моих соратников Грузии. Но я перед выборами четко заявил Украине. Как бы не закончить выборы в Грузии, я туда не буду возвращаться работать. Конечно, я с удовольствием вернусь вот так просто. Время от времени наезжал бы, как и много украинцев туда приезжают. Во-первых. Ну, конечно, у меня особый статус. Это во-первых. Во-вторых. Меня не было на выборах там. Если бы я был на выборах, было бы чуть-чуть другой результат. Выборы были грубо сфальсифицированы. Когда в прошлый раз правитель Шеверна сфальсифицировал выборы, я был там, и мы наши результаты защитили. Сейчас меня там не было. И, к сожалению, они своих результатов защитить не смогли. Вот это был результат. Но что касается Украины, я себя чувствую сейчас в Украине, как я себя чувствовал в Грузии в 2001 году. Когда я ушел из правительства Шеверна-Дзе, я призвал к досрочным выборам. Мы добились досрочных президентских выборов. Тогда в Грузии это было релеванто. И мы сменили власть. Поэтому все очень просто. Мы будем добиваться досрочных выборов. Мы надеемся на них, что новая сила, платформа новых сил, которая открыта для вот таких новых людей, одержит победу. Я практически уверен, что мы победим. И мы сменим власть. И мы сменим вообще отношение народа к власти. До сих пор народ боится все время власти, ждет этих всяких напокс, напокс, всяких пакости. С момента, когда будет смениться власть, власть всегда будет бояться народ. Все это очень принципово. Мы будем идти столько, сколько нужно, а потом столько, сколько, вине, сколько, сколько мы сможем, а потом столько, сколько нужно. Этот лозунг написан, и он правильно. Дорога иду оселит идущая. Я решил встать на эту дорогу. У меня достаточно энтузиазма, у меня очень много сил, и у нас очень много поддержки. Я много ездил по Украине. Я знаю, как люди настроены. Я знаю, как они нуждаются в помощи. Я не знаю, как в кладке свежего воздуха нуждаются в чем-то вот хорошем, новом, светлом, а не в обычном, ужасном, то, что мы имеем на сих пор. Вот и все. Поэтому я очень оптимистически настроен. Я еще раз говорю, я индивидуально рассчитываю на всех, в том числе индивидуально на журналистов. Я очень вас уважаю. Я в целом очень не уважаю большинство владельцев ваших масс-медиа. Извините. Но это другой вопрос. Но вы все патриоты и граждане Украины, вы все профессионалы, вы все любите эту страну, и все равно мы все отстоим. И тут был вопрос у пятого канала. Я хочу сказать, когда пятый каблак прижимали, я был президентом Грузии, мы поставили на сателлит, и его видела вся Украина. Я очень люблю, например, сотрудников вашего канала. Но я точно знаю, что вы тоже находитесь под тиском. Но ничего, прорвемся. И вы прорветесь, мы прорвемся, и Украина прорвется. Я в этом совершенно убежден. Шановные коллеги, последнее вопрос от пана с микрофоном лаконично, и будем завершивать. Прошу. Олег Сухов, газета «Киевпост». Михаил, вот вы упомянули досрочные выборы в Раду, а будете ли вы добиваться досрочных выборов президента, и даже если они будут недосрочными, то будете ли вы выдвигать кандидатуру на следующих выборов президента, и будете ли вы, другой вопрос, объединяться или сотрудничать с демократическим альянсом? Еще хотелось бы пригласить вас на конференцию «Тайга Конференс» газета «Киевпост» 29 ноября, и еще раз попросить об интервью, если можно. Я хочу просто, Бл. Ворос, я хочу сказать, во-первых, я буду сотрудничать со всеми здоровыми силами, которые отвечают, тем более, вашим критериям, это раз. Во-вторых, что касается президента, институт президентства, я уважаю все институты, совершенно очевидно, что эта Рада не может продержаться. Все зависит, а президент должен назначить досрочный выбор в Раду. Поэтому это его решение, в том числе связанное с его будущей политической карьерой, какое решение он примет. Это не мое решение решать его судьбу, потому что он будет делать не со мной, а с народом Украины. Это раз. Во-вторых, что касается, кто до какой должности хочет сидеть, я тут сюда не за должностями приехал бороться. Мне предлагал Порошенко быть примером, назвать меня примером. мне он предлагал быть лидером его партии, если мы пойдем на засрочные выборы, вместе пойти, опять стать примером. И я от этого отказался. А почему я от этого отказался? Потому что в этом раскладе я не видел себя. Мне нужно менять расклад. Когда расклад поменяется, когда вот все они, новые силы, вы будете у власти, тогда всем найдется место. Всем найдется место. В новых силах будет много новых людей. Надо открыть глаза и их просто найти. И мы их найдем. И они обязательно, обязательно возьмут и все поменяют. И нам нужно все менять в этой стране. Все очень просто. Поэтому, а я себя вижу в роли, естественно, я буду впереди идти. Я надеюсь, что люди за мной пойдут. Я готов быть и играть, и играющим тренером у этих новых молодых сил. И то, что, скажи, очень много молодежи ко мне идет, в том числе в Одессе, когда я работаю, очень много молодежи. Это означает, что я умею находить общий язык с новыми силами. Всех возрастов, кстати. И будете правы. Последнее все, действительно. А то... Стосовно досрочных выборов, и ОСБУ заявляют, что сейчас Кремль намагается дестабилизовать политическую ситуацию власне досрочными выборами. Как вы вважаете, или не будут вас назвать в Одноканал? Купили канал, который смотрел «Бедные пенсионерки, больные». Там им показывали, как мерить давление правильно, как принимать лекарства правильно. Вместо этого купили канал и показывают ужасики от Кислева про Саакашвили. И у людей подскочило давление. Если ты хочешь погубить себя и предвременно скончаться от инсульта и инфаркта, надо смотреть канал «Здоровье в Одессе». Так вот, я не знаю, что сняться не будет, когда я сейчас оттуда перешел. И поэтому вы что, серьезно верите, что я буду играть когда-либо игру нашего врага? Я вам скажу, кто играет игру нашего врага. Играет игру нашего врага эти псевдопатриоты, которые призывали по одной гривне собирать на то, а указали в своей декларации миллиарды гривен на картики только. Играют на нашего врага те люди, которые из-за коррупции, которые прихватили кумовя президента Рособоронпроме, Винни, Укроборонпроме, не выпустят ни одного нового вида оружия за все эти годы. Мы умоляем американцев, дайте нам антитанковое оружие, они не дают, я сам бегал по Конгрессу. А лучшая система, кстати, лучшая такая производство в Европе стоит столько времени, она может вот так могли выпустить, давно уже гораздо лучшее антитанковое оружие, чем те, которые мы просили у американцев второго поколения оружия. и эти люди мне будут говорить про партизатизм, где наши новые оружия, где наши новые образцы, где наши гораздо лучшее оборонное укрепление, где наши новые самолеты, где наши боевые вертолеты. Почему до сих пор во многих местах нет рации на постах? Почему нет тепловизоров? Я сам бегал и там разводил эти вагончики, даже люди бегали, извините, там кусты вместо туалета. Туалета мне было на фронте, я сомневаюсь, что за последние три месяца поставили. Эти люди будут мне говорить, что кто-то играет игру Путина? Мне за них тошно и стыдно. Чем дальше они будут сидеть у власти, тем быстрее, тем легче Путин выполнить свои задачи прикончить украинское государство. Главная защита, главный прорыв для Украины это немедленно поменять Верховную Раду и правительство. И привести людей, которые наладят военное производство, полностью обеспечивают войну, обеспечат наших ветеранов, чтобы они с голоду не умирали. Сотни тысяч людей с оружием бегают по стране. Не выполнено, нет, вы что думаете, что раз месяц, когда показывают, что президент им вручает 20 ключей, а этого достаточно, чтобы их обеспечить? Этим людям не дают, земля им положена, не дают эту землю, потому что раздербанили все местные их кланы. Квартиру не дают, деньги мы им не даем. Если завтра эти люди придут сюда, возмущенные, не дай Бог, с оружием, не дай Бог, мы что, скажем, что на русскую игра играет? А кто их до этого доведет? Не Путин, а те проворовавшиеся люди, которые вместо того, чтобы заполнить бюджет, заполняли себя кращением и строили новые дома на Лазурных берегах. Вот о чем я хочу сказать. Так что не будем эти истории играть, как мы русские игры играем. Ну, можно, про многих здесь можно сказать, что и русскую игру играет. Ну, про меня тоже можете говорить, пожалуйста. А если кто какой-то идиот поверит, пожалуйста, флаг в руки. Но таких идиота очень, очень, очень мало. Народы Украины очень разумны. И он прекрасно понимает, что настоящая погибель Путина, настоящих изменениях, настоящих реформах, стильной Украине, быстро растущей экономики, и тогда Путину конец. Но это при этой власти невозможно. Поэтому надо их менять и побеждать в этой войне, устанавливать мир через успех и силу Украины. Мир не капитуляции, мир не всякими договоренностями с закулисными. Мир через успех, мир через реформы, мир через того, что мы побоим коррупцию, мир через веру народа в будущее. Тогда у нас будет настоящий мир, тогда у нас будет победа. Спасибо большое. Дякую, коллеги. На этом будем завершивать. До встречи. Продолжение следует...